МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В село Поляны Дальнереченского района точка тупиковая. Вокруг только тайга, да ручьи и реки. Они и стали главными врагами для населения. До города почти 200 километров, а дорога перемыта. О проблеме жители рассказали на встрече с уреагубернатора Приморья Олегом Кожемяковым. Оперативное вмешательство помогло устранить проблему. Дорогу восстановили. О том, что раститель забитый грунтом русло рек в Приморье можно будет быстрее, договорились на встрече с министром природных ресурсов России Дмитрием Кабулкиным. На федеральном уровне он поддержал инициативу Олега Кожемяка. Теперь власти городов и районов будут сами решать, где именно нужно раститель русло и где углубить дно. Уходят в прошлое и бюрократические процедуры. Раньше до полутора лет требовалось, чтобы утвердить только проектно-сметную документацию. А в это время города и села топило. Очень важно предотвращать, не допускать вот этих всех наводнений, для того, чтобы они создавали такой дискомфорт населению. И многократно, год иногда бывает два раза. Вот для этого, безусловно, нужно заниматься расчисткой русел рек, дно углубления, потому что реки меняют русло. Это специфика реки. Она, в принципе, в любой точке Российской Федерации так себя ведет. И мы, на самом деле, в этом направлении нам предстоит еще поработать. И дать как можно больше полномочий на муниципалитет, для того, чтобы это решать не в режиме ЧАЭС после того, как произошло, а предотвращаем. Где-то проблемы решают оперативно, а где-то планово. В октябре Олег Кожемяков во время поездки в Уссурийский городской округ распорядился до конца года построить на территории временную дамбу. А в будущем году разработать проектно-сметную документацию для постоянной дамбы. Денежные средства по поручению Дмитрия Анатольевича Медведева выделены. Из федерального бюджета это будет где-то 3,7 миллиарда рублей. Более 600 миллионов из краевого бюджета. 2019 год это проектирование. Но сейчас ведутся работы в Уссурийске по временному сооружению, которое может предотвратить вот такие паводковые воды в весенний-летний период. И, безусловно, это делается за счет средств краевого бюджета. Но та большая дамба, которая пройдет по центру города, 6 километров, то есть она около миллиарда рублей. Ее строительство начнется в 2020 году. В 2019 году мы должны закончить всю проектно-сметную документацию, предъявить экспертизе. Там еще необходимо порешать по линии отводов, так как она идет по центру города. И это уже будет серьезное водозащитное сооружение, которое, безусловно, долгие-долгие годы все жители Уссурийска сделают безопасными от наводнения, от тех паводковых вод, которые всегда случаются и доставляют массу хлопот. Общее для многих территорий Приморья не только проблема спасения от наводнения, но и транспортная доступность. Для того, чтобы в Дальневеченском районе добраться от дальних сел до города, нужно 2,5 тысячи рублей отдать за такси в один конец. Уже на протяжении 8 лет туда не ходит ни одного автобуса. Значит, сначала ссылались на то, что там два моста в аварийном состоянии. Сейчас эти мосты в 2015 году пустили в эксплуатацию, но автобусы как не ходили, так туда и не ходят. Вопрос огромный, проблема очень большая, годами не решающая, застарелая. Поэтому мы просим вот именно вас подключиться к этому вопросу. Для того, чтобы этот вопрос решился, нужно было главам муниципалитетов между собой договориться. Автобусы, которые городу принадлежат, в район не едут. Но уже сейчас водители медкомиссию проходят. Ведется вопрос о закупке новой техники. Работа в единой команде – основной постулат, о котором говорит Олег Кожемяков. Только грамотное управление территорией вернет доверие к власти. Деление по участкам на твое и мое, когда один отвечает за лацкан, другой отвечает за пуговицу, а в итоге пиджака-то нет. Оно всегда приносит к тому, что нет целостности власти, нет доверия населения к органам власти. Идет перепихивание с ответственностью с одного уровня на другой. Человек путается, просто к кому же ему обращаться. Я вообще за то, чтобы она была единая в рамках одного округа, понятная власть, понятно людям, куда обращаться. И она могла бы реагировать на это, исходя из того, что и денег у них тогда больше появляется, ну и меньше, конечно, чиновников. Но это должны здесь сами определяться и жители, и власти, и депутаты, как им жить дальше. Но в целом такая система управления гораздо лучше. Подход к решению социальных вопросов в Приморье меняется. То, о чем долгие годы молчали, сейчас не просто вскрывают, сразу устраняют. В больнице и поликлинике из-за миллионных кредиторских задолженностей не закупали оборудование. В Дальневеченской ЦРБ операционный зал настолько устарел, что там запретили операции по нескольким направлениям. Пациенты в Спаск едут, это 200 километров пути. Больница 79-го года постройки, и с того времени в больнице не было ни разу капитального ремонта. Соответственно, все внутренние инженерные коммуникации, да, они уже все старые, требуют капитального ремонта. Мы действительно делаем ремонт своими силами, частично, в некоторых местах. То есть отремонтировали приемный покой, это внешнее, отремонтировали приемное отделение для беременных. Нам все остальное требует действительно капитального ремонта, включая операционный, включая отделение реанимации и любые-любые, ну, все наши отделения. То есть там окна старые, нигде нет пластиковых окон, кафель везде ломается, в отделении, да, реанимации кафель в некоторых местах уже падает, в операционную, сами видите, да, что окна замены требуют. В принципе, операционная у нас не подходит по санэпид-режиму, и здесь необходима глобальная перестройка операционной. Здесь у нас находится операционная хирургическая, здесь гинекологическая. И по санпину сейчас мы должны пройти лицензирование по абдоминальной хирургии, мы его пройти не можем. Врачи наши, медсестры, весь медицинский персонал действительно можно назвать героями, потому что работают в таких условиях, ей это не бросают. Но опять же у нас средний возраст, да, работников от 55 лет, и бросить все и уйти, ну, они уже здесь привыкли так работать, они никуда не уйдут, хотя многие уже на пенсии, конечно, порываются. Во время инспекции больницы Олег Кожемяка поговорил с врачами, рассказал о тех решениях, которые уже приняты для изменения ситуации в приморском здравоохранении. Из федерального бюджета после обращения в правительство выделено 2 миллиарда рублей на закрытие вопросов с задолженностью, 500 миллионов на закупку оборудования. Те же дальние реченцы получат маммограф и флюорограф, а в операционный ремонт сделают. Еще миллиард поступит в край по нацпроекту здравоохранения для переоснащения приморских больниц. Масштабные социальные инициативы, которые ранее Олег Кожемяка уже реализовал на Сахалине, теперь приняты в Приморье. Подъемные выплаты до 700 тысяч рублей, льготы при оплате съемного жилья и коммунальных услуг – это только первые шаги. У врачей есть и дополнительные предложения для решения кадровых проблем. Может быть, ординаторов последних курсов на практику их сюда на голову на месте 3, то есть привозить, чтобы они ознакомливались. Как им хотя бы показать, потому что многие не представляют, что их здесь. То есть я им объясняю, что здесь есть то, то, то. У нас есть действительно лабороскопическая стойка, мы для хирурга попилируем все. Здесь есть место, где что делать, развиваться есть куда. Но многие не понимают. То есть они считают, что 400 человек – это проблема, это куда-то добраться проблема, что-то здесь некуда пойти. Многие не понимают, что такое дальневещение, что в принципе здесь есть все. Нужно их привезти месяца на три, показать, показать работу, показать, что здесь есть. Олег Кожемяк отдал поручение руководителю профильного департамента проработать этот вопрос и добавил, что уже принят пакет из шести социальных законов. Они касаются и педагогов. Для них и выплаты подъемных заложены, и социальная поддержка в виде льгот. Эту инициативу депутата законодательного собрания утвердили 15 ноября. А 28-го поддержали еще одну. Теперь увеличена оплата труда учителей и финансирование расходов на нужды образовательных учреждений. Закон будет действовать на территориях с нового года. Это беспрецедентная такая вот в данном случае поддержка. То есть меняются принципы начисления заработной платы. Значит, определяются методики. Мы на эти средства закладываем на следующий год около 3 миллиардов рублей, как по дошкольному, так и по общему образованию. Значит, будут уже учитываться в том числе и северные надбавки 25% для сельских, и территорий приравнен к территориям Крайнего Севера. Поэтому мы надеемся, что вот эти колоссальные средства значительно улучшат ситуацию для того, чтобы наши педагоги действительно получали достойную зарплату. Но и мы при этом будем уже и спрашивать за качество образования, что немаловажно. Другой закон говорит о том, что наставники будут получать и денежки, 5 тысяч в месяц, тем кого-нибудь, наставником для молодых педагогов. Выплаты рассчитаны на каждого педагога. Даже тот, кто пришел работать в сентябре, может рассчитывать на единовременное получение от 250 тысяч рублей до 440 в северных районах. Молодым педагогам будут доплачивать к окладу по 10 тысяч рублей каждый месяц. Норма действует в течение первых трех лет работы. 100% компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогам, проживающим и работающим в сельской местности, и 50% компенсации стоимости за оплату съемного жилья за молодого специалиста. Для молодежи, конечно, за, потому что по-другому мы никак не привлечем молодежь в школу. Поэтому огромно вообще благодарны всем, кто это инициировал, те, кто это приняли, и поэтому я очень рад за себя, как представители администрации школы, за молодых своих коллег, потому что они придут, уже есть те, кто уже работает с 1 сентября, те, кто придут, потому что, ну, это было необходимо. По инициативе Олега Кожемяка закон о мерах соцподдержки педагогов разработан специально для привлечения молодых кадров в школу. Эти нормы заработали во всех городах и районах края уже с 1 декабря. У нас коллектив 100% укомплектован, средний возраст 50-го года. Ну, все равно же какая-то будет, скажем, уход на пенсию, там, какие-то процессы с тем, чтобы можно было заинтересовать. Да, 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 все это знают. Коллектив замотивирован на хороший, качественный результат, 100% успевает, почти половина на 4-5. Хорошо. Движения детские развиваются. Молодцы. Условия комфорта создают не только для учителей, но и учеников. Увеличение нормы питания до еще в два раза. Этого ждали долгие годы. А младшеклассники еще и стакан горячего молока будут получать каждый день. То, что будет разнообразие меню, вот на это как раз мы и надеемся. Сейчас важно, чтобы потребители, которые сотрудничают с нами, работают, продумали именно качество приготовления продукции и плюс разнообразие меню, чтобы ребенок с удовольствием питался. За исполнением каждого закона стоит контроль. Олег Кожемяка чиновника оценить сможет. Дневник специальный. Есть. Я хочу подарить вам дневник, чтобы вы записывали работу начальников и строили их оттенки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова